Привет! О, не понял, чё шепелявишь? Ты представляешь, назвал свою жену толстозопенькое. Ну, а к зубному я и так собирался. Петрович, я тебя очень прошу, перестань называть меня своим половым партнером. Мы с тобой укладчики паркета. А я напоминаю вам, друзья, что наш конкурс на лучший ваш комментарий продолжается, так же, как и наши анекдоты. Поехали! Встречаются два друга, оба хозяева салона модной одежды. Один говорит, о, Гальперин, рассказывай, как жизнь. Говорит, ай, что тебе рассказывать? Что тебе рассказывать? Это не жизнь, это ужас, понимаешь? Мой сын, это бездельник, это шлемазовый. Он меня уже задрал, вот так. Он приходит постоянно ко мне на работу, говорит, папа, дай деньги. И куда деваться? Я даю ему денег. Он берет деньги, заходит к манекенщицам, начинает щупать их за задницу, потом забирает этих всех манекенщиц, везет у ресторана и у бар и гуляет себе целыми ночами, днями. Я его видеть уже не могу. Говорит, о, а что тебе сказать? Вот у меня, вот у меня проблема, вот эта проблема. А что у тебя? Что, мой сын, представляешь, приходит ко мне у салон, говорит, папа, давай деньги. И так это нагло, знаешь, давай деньги. Я ему даю, конечно, денег, куда деваться. Он идет тоже в раздевалку, начинает щупать там всех за задницу, а потом забирает всю эту толпу, опять идет в ресторан и гуляет всю ночь. Ой, видеть его не могу. Тихо, тихо. Так я не понял, а чем хуже у тебя, чем у меня? Как чем? У меня же мужской салон. Сегодня ночью пошел на кухню проверить, есть ли у меня ковид. Достал копченое сало, понюхал. В общем, короче, у меня две новости. Начну с хорошей. Ковида у меня нет. А вот и плохая. Сало теперь тоже. А Виталику на зоне дали кличку Дартайян. Потому что он один сидел за всех. В ночном баре два друга сидят, выпивают. Один говорит другому. Серега, что загрустил? Видишь ли, Колянчик. Вечер-то подходит к концу. А к концу-то никто здесь не подходит. Мужик пришел устраиваться на работу, тут опрос. И говорит, скажите, пожалуйста, а какие у вас сильные стороны? Похуизм. Ага. Ну хорошо, спасибо большое, мы вам перезвоним. А можете не звонить, мне похуй. Чувак, как тебе моя новая бигса? Петя. Петя, по-моему, ты с ней встречался два года назад. Чувак, все новое, это хорошо забытое старое. Ну так как? Ехал вчера в метро, и возле дверей стоит какой-то паренек и держит коробочку от 14 айфона. Ну все же засматриваются, завидуют. И только двери в метро закрываются. И вдруг с перона какой-то парень выхватывает эту коробку, дверь закрывается, и он убегает. Тот, который остался в метро, поворачивается по сторонам, говорит, вот сука, хомячка спиздил, а я же вез его хоронить. Привет, какие новости? Ну какие? Жена от меня ушла. Да ты что, голодаешь? Нет, я сам себе готовлю. Нифига себе, ты умеешь готовить? Так, а что там такого? Все же очень просто. Пар идет, значит готовится. Пошел дым, все, готово. Братва, вот блин, как мне не нравится хоккей. Вот знаешь, со всей дурой пизданул кого-то клюшкой, а тебе срока всего две минуты. Вот что не говори, Вовчик, а вечером таки полезно выпить бокал вина. А если не с кем? Ну, если не с кем, тогда два. Раньше все время думал, что меня могут бросить и забыть, а теперь думаю, ой, могли запомнить и найдут. Два врача выходят из поликлиники после рабочего дня, один другому говорит, слушай, Коля, а ты заметил, что у нашего гинеколога всегда мокрый нос? Ну, что ж ты хочешь? Он же близорукий. Ночь, три часа, вдруг громко звонит будильник, мужик, рука протягивается к будильнику, выключает его, жена просыпается к мужу, говорит, что случилось? Сколько время? Она говорит, тихо, тихо, спи, три часа ночи. Она ему говорит, а что ты так рано будильник поставил? Говорит, да спи, дорогая. Понимаешь, вчера в три часа ночи позвонил какой-то мужик, искал Таню. Я ему сказал, что он ошибся номером. Так я вот будильник на то же время поставил, чтобы узнать у него, нашел он Таню или нет. Сосед, привет, как дела? Все, зашибись. Сегодня ночью у меня был отличный секс. Сосед, запомни, отличный секс, это когда соседи тебе вместо здрасте говорят, вы что там совсем охуели? Сегодня утром резко проснулся, подумал, что я опоздал на работу. Потом успокоился, огляделся, оказывается, я уже на работе. Привет, как дела? Че делаешь? Здоров, хорошо, ничего. А, ясно, пока. Охренная беседа, аж за душу тронуло. Кстати, а кто это был? Знаешь, Валерчик, вот неловкий все-таки момент получается, когда ты приводишь домой ту единственную, а у тебя из дома еще предыдущая единственная не ушла. О, а ты где был на выходных? На даче. Как на даче? Уже ж холодно. А мы глинтвейном грелись. О, класс, класс, не скажи. В сельском магазине с легких вин была только водка, а из цитрусовых репчатый лук. Так что глинтвейн получился не очень, но согрел. Знаете, вчера вечером хотел взять и утопить все свои проблемы, но жена с тещей что-то заподозрили и не захотели идти ночью купаться.